Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Карина. Здесь я говорю о парфюмерии. В данном ролике я подготовила огромный и очень полезный гайд по покупкам парфюмерии в Литуаль. Здесь будет самое лучшее. То, на что не жалко тратить свои кэшбэки, бонусы, ну и естественно денюжки. Здесь ароматы разных направлений, но я считаю жемчужинки в своей категории. Здесь будет разная ценовая категория, но не забывайте, что даже самые дорогие ароматы можно приобрести мега выгодно, потому что Литуаль постоянно на нас выкатывает какие-то промокоды, кэшбэки, акции, супер крутые предложения. Если это все суммируется особенно, то получается просто какая-то мега выгодная цена. Чтобы не пропускать все эти акции, подписывайтесь ко мне в Телеграм, там всегда все актуально. Первая номинация. Самая крутая гурманика. Самая крутая гурманика, которую опять же очень выгодно можно приобрести, потому что ура-ура на этот бренд тоже теперь распространяются промокоды и скидки. И это бренд, который называется Mint. Mint и аромат Hit The Mark. У него, кстати, очень крутое оформление. И у меня немножечко такая минута печали. Я увидела, что этот бренд наконец-то завезли к нам в город. Поехала с целью того, чтобы протестировать ароматы этой марки, потому что там очень интересные и названия, и пирамиды. Но, увы и ах, у нас даже в Литуале не выставили в зал этот бренд. Не говорю уже про наличие тестера. Это потрясающе красивая, очень глубокая, многослойная, дорого звучащая гурманика. Абсолютно неплоский сладкий аромат. Это великолепнейший аромат, с которым я познакомилась благодаря моей парфюмерной подруге. Знаете, есть такие коробки дорогие, шоколадных конфет, которые дарят только по особым каким-то случаям. Не знаю, там на выписку главврачу, или вот когда хотят подмаслиться к начальнику. Ну, то есть, знаете, вот такой красивый, щедрый подарок. Вот такие конфетки в золотой оберточке, и вы так снимаете эти несколько слоев оберточки, и там вот этот элитный дорогой шоколад, а внутри такой растекающийся шоколад, и мелкий-мелкий-мелкий орешек, и капля алкоголя. Вот это все, это в этом аромате. Это пахнет просто офигенно. Если его наносить побольше, вот прям, знаете, на себя хорошо так нанести пшиков 5-6, вот тогда я начинаю слышать этот ментоловый холодок. Это очень красиво. Если я делаю 1-2 пшика, я слышу только вот эту красивую дорогую шоколадную конфету. Следующая номинация, это самый необычный аромат. Необычный не означает плохой. Наоборот, это его плюс, и это его изюминка. Потому что я действительно, несмотря на то, что у меня много ароматов, и много ароматов на своем пути я встречала и пробовала, ничего похожего, даже близко, даже я не знаю, к какому направлению его можно отнести. Это новиночка, которая, ну, лично в наш город не так давно добралась. Я ее тестировала, рассказывала об этом шоу с формате, тоже говорила, что это очень необычный запах. И это Marble Bay от бренда Lazure Parfume. Аромат для любителей ароматов с горочинкой, с горечью, ароматов плотных, таких густых, как будто взбитых-збитых. Я не знаю, как это получилось у бренда, но реально парфюм ассоциируется с чем-то холодным, с каким-то холодным камнем, мрамором. И это не совсем звучит при этом природно, потому что у меня есть в шкафу какие-то ароматы. Даже у меня есть аромат, который называется, тоже он в белом флаконе, он так и называется мокрый камень. И он действительно пахнет камнем. Но здесь умудрились передать и холод какого-то мрамора, как я уже сказала, и горечь какой-то цветочной пудры. И в то же самое время здесь есть какая-то немного инородная нота, которая многими воспринимается, как мне писали тоже в телеграм-канале, что это аромат квартиры после евроремонта, что это аромат новой мебели, новых выкрашенных стен, полов и так далее. Действительно здесь что-то такое есть. Но когда аромат усаживается, тоже одна девочка мне написала такой вот комментарий после впечатления, знакомства с этим ароматом, что здесь она слышит абрикосовые косточки. И я понимаю, о чем она говорит, потому что да, абрикосовые косточки, они имеют тоже в себе такую горчинку своеобразную. Это тоже здесь можно проследить. В своей базе аромат смягчается, но продолжает горчить, однако приобретает уже более такие прохладно-сладковато-кремово-пудровые оттенки. Да, в нем даже появляется легкая-легкая сладость. Удивительный аромат. Если вы с ним знакомы, пишите, что вы о нем думаете. Стойкость, шлейф, яркость на высоте. Просто чудо. Однозначно остается в моем шкафчике. На данный момент, повторюсь, считаю лучшей у бренда. Третья номинация это очень удачное осовременивание классических цветочных ароматов. Потому что Мемуар Д'Амур называется аромат Сель де Париж, небо Парижа, я так понимаю. Это бренд, который не так давно у нас стал в лету. Альфа-Лаконы здесь идут 75 миллилитров. И у них просто, вот написано, отдай парфюм, но для меня это экстракты. И я также могу этот аромат назвать самым ярким, самым стойким и самым шлейфовым ароматом из всех этих парфюмов, которые сегодня будут фигурировать в видео. Это огромнейший букет. Причем здесь как будто и белые цветы, и желтые цветы. Для меня здесь есть тубероза. Она местами земляничная, местами медовая. Местами такая вот нагретая на солнце летняя, плавящаяся под лучами солнца. Здесь этот букет напоминает мне мою любимую ланком поэму, которую, как я уже сказала, попытались осовременить. Добавили сюда и разные фрукты, потому что есть и кислинка, даже какие-то чуть-чуть экзотические фрукты для меня здесь всплывают местами. Здесь также есть очень мягкая сладость. По-моему, карамель тут у нас заявлена. В общем, если вы любитель поэмы ланком, вот этого большого пушистого букета из желтых и белых цветов, вот представьте, что сейчас вам нужен обязательно этот Ciel de Paris. Обязательно. Я наносила два пшика, и аромат меня утомил очень сильно, потому что это был перебор. Здесь буквально действительно нужен всего лишь один пшик куда-то подальше от лица, и тогда это будет просто ода женственности. Присмотрите с любителем классики, это очень красиво. Ну что ж, друзья, двигаемся дальше, и покажу вам, наверное, самый летний восточный аромат, который я себе приобрела. Когда я его протестировала первый раз, я подумала, ну, вторично. Вторично, потому что сразу вспоминается направление идеального букета ксержов, Red Tobacco Monsera. Сюда же можно отнести и халтатна, потому что, например, вот моя клиентка, она попробовала этот парфюм, ей подарила пробничек, и она сказала, очень напоминает мне халтатна, только без вишенки. Действительно, вот эта восточная такая тематика сухофруктов, вишни подвяленные в пряностях, там, с таким кальяном, немножко оттенков, вот старт перекликается. Но потом я не могла просто отлепить нос от плотера с этим ароматом, потому что он стал свежеть, в нем стали появляться такие водянистые сухофруктные оттенки, как будто вот передо мной кувшину звара. Есть даже какая-то мягкая сливочность, даже молочная нота проскальзывает, хотя вроде бы по нотам ничего такого нет, по-моему, тоже заявлено туберозом. Может быть, она какая-то такая кремово-молочная, но для меня в раскрытии присутствует сладкая такая сливочно-молочная нотка. Аромат воздушный, не тяжелый, не плотный. Опять же, если его сравнить с букет идеаль и халтатна, то представьте, что это все размешано в три раза водой. Компот из сухофруктов, который заигрывает с восточной тематикой, но все-таки не является прям таким стопроцентным востоком. Обязательно попробуйте, если увидите в магазинах. Дальше я вам покажу сразу два аромата от одного бренда, и это уже не первый флакон, который я покупаю от этой марки. Мои самые любимые это бенгальские огни и лилис, но вот эти два, они тоже потрясающие. Вообще, мне кажется, все ароматы у этой марки достойны внимания, достойны за тест. Обязательно познакомьтесь, тоже неоднократно я их показывала и рассказывала, и тоже на них проходят и скидки, и промокоды, и кэшбэки, все-все это можно суммировать. Итак, Фортуна. Фортуну я уже где-то показывала, по-моему, в подборке большой про цитрусовые ароматы. Я уже говорила, что это для меня самый идеальный фужер. Поэтому сегодня в номинации самый идеальный, не мужицкий совершенно фужер побеждает именно Фортуна от бренда Лескунди. Наверное, так это читается. Во-вторых, это самый стойкий фужер, который я когда-либо встречала. Это самый не кислый и не горький фужер, и не одеколонистый. Потому что я говорила, что для меня фужеры это такое очень сомнительное направление. Обязательно нужно тестить, потому что они дают либо мыльно-рыльный какой-то момент, либо прям в откровенном мужской какой-то свежак уходит. Либо кислят, либо горчат. Вот эти цитрусы здесь просто великолепные. Цитрусы в сочетании с имбирем и мятой. Мята никуда не уходит. И древесная здесь подложечка. Опять же, нет никаких современных амбра-деревяшек, что очень радует. При этом парфюм очень стойкий. Понравился и мужу, и мне. Вполне унисекс ровно посередине. Присмотритесь, шикарный. Шикарный на лето. Будет вообще просто замечательно. Что касается Le Parfum, то, наверное, пусть будет номинация «Самый нежнейший аромат». Здесь такая пирамида, на которую я смотрю и не понимаю, а где это все. Потому что, по факту, для меня это аромат про древесность. Такую вот сухую белую деревяшечку, из которой мебель там изготавливают. В общем, взяли вот этот вот кусочек дерева белого. Перетерли в пыль. Добавили ванильной сухой пудры сладенькой. Все перемешали. Вот так вот взяли эту пыль и подули на вас. И вас оросили. И вы в этом облаке, таком пыльном, сладко-ванильно-древесном. И вот в самой базе он мне напоминает то, что есть в моем шкафу. Это Монклер, который так и называется. Монклер Пурфем. Прекрасный аромат работы Квантина Биша. Вот старт у них отличается, а база для меня очень сильно перекликается. Я все же надеюсь, что здесь проявится чай, проявятся другие ноты, которые меня интересуют. Потому что мои зрители говорили, что они все это слышат. Они слышат, а я не слышу. Вот сегодня я перед видео тоже снова обновила свои впечатления. Да, аромат мне безумно нравится, но никакого чая, никаких других интересных оттенков я здесь не слышу. Следующая номинация это доступная, но очень крутая летняя мимоза. Такой мимозы, поверьте, вы ни разу в своей жизни еще не встречали. Это мимоза без ретровости, без пыльности, без пыльцовости. Это мимоза свежая, чуть-чуть сладковатая в обрамлении сладкой ванили. То есть соль и ваниль. Получается немножко оттенок ванила вайп от Джульетты, но без амброксанов и всяких там мускусов и молекул современных. И еще здесь есть кремовый такой немножечко, кремово-пудровый оттенок с горчинкой. С горчинкой как будто миндаля, но это может быть гелиотроп или что-то в этом духе. Я честно не помню уже пирамиду, но аромат великолепный. Он и сладкий, он и свежий одновременно, он и соленый. И он, конечно же, про мимозу прежде всего. Это шикарный аромат, который мы с девчонками скупили в Леттуаль за копейки. Его цена изначально была 8 с чем-то. Мы его все купили за 3 200, 3 500. Кто-то вообще за 2 500 купил, представляете? Плюс шикарнейший просто флакон. Ну и раз я забрела в категорию абсолютно летних композиций, еще одна летняя прекрасная новиночка в моем парфюмерном шкафу. Это Акрорайз. И пусть это будет номинация «Самый летний позитивный ананас», который только есть. И в прошлом году, по-моему, да, он появился у нас на полочках. Я его тестировала, я о нем писала, мне он сразу понравился. Но покупать я его не стала, потому что он напоминает в базе «Коле Топидариум». Действительно, для меня так оно и есть. Но просто захотелось себя порадовать именно в этом году. В прошлом году я носила «Коле», а в этом году я захотела носить Акрорайз. Бренд я люблю, там есть много очень интересных, классных ароматов. Моим фаворитом остается по-прежнему «Хейс». Это самый крутой аромат у бренда, я считаю, я его просто обожаю. Но вот это, это стопроцентное лето. И, кстати, композиция невероятно просто стойкая, яркая, шлейфовая. Это парфюм, которым можно переборщить, от него можно устать. Поэтому осторожно с дозировкой. Я брызнула себе на руку. С руки перешло на куртку. То ли куртка, какая-то ветровка на мне была, то ли рубашку, уже не помню. Но потом очень долго этот запах был со мной. Я уже пользовалась другими парфюмами, а куртка все пахла и пахла. В общем, здесь у нас прекрасный, натуральный ананас. Сочный, сочный, с его такой зеленой верхушечкой. Со временем аромат начинает все больше и больше заслащивать. Конечно же, в раскрытии появляется также немножко коктейльная история. Вот это вот пинаколады на пляже. Здесь это все есть. Это вкусный аромат. Про него вот хочется сказать. Он вкусный, он беззаботный, он позитивный, он летний, он отпускной. Это то, что хочется использовать летом. Присмотритесь обязательно.